Я вас всех приветствую в любовь нашего Господа Иисуса Христа. Очень рад, что в этот прекрасный воскресный день, особенное богослужение здесь, могу пребывать в вашей среде и делиться Словом Божьим с вами. И мы пришли на это место, потому что сегодня особенное служение, либо преломление, и это достоинство нашего Господа Иисуса Христа. И мы пришли на это место, чтобы, как мы уже слышали, не просто по обычаю, но именно с большим благодарением Господу за то, что Он совершил для нас. И мне хотелось с вами поразмыслить над темой цена искупления. Цена искупления. Для этого я прочитаю место Писания из первого послания Петра, первая глава, 18-20 стихи. Первое послание апостола Петра, первая глава, 18-го стиха. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от Отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого армица, предназначенного еще прежде созданием мира, но и отбившиеся в последнее время для вас». И я думаю, что это высказывание, оно действительно очень ценно для вас. Это значит, каждый может это присвоить себе, что Господь пришел за меня и за тебя, и пострадал, и пролил свою драгоценную кровь. Тут нам сначала сказано, не кленным серебром или золотом. В этом мире, дорогие друзья, есть большие ценности. Есть разные валюты. Доллар, евро, гривна, сон и тому подобное. Если собрать все это, все вот эти деньги на одну кучу, то это было бы огромное богатство. Но Иисус Христос сказал однажды, что какое будет от этого человеку польза, если он приобретет весь мир, а Душа Своя повредит. Другими словами, дорогие друзья, нету на этой земле таких ценностей, которые могли бы искупить мою или твою душу. Перед тем, как приехать сюда, со мной говорил один знакомый, и он мне предложил, говорит, Генрих, может ты знаешь, там в Европе можно такой камешек продать. Это такой бриллиант, 6 карат. Это небольшой бриллиант, 6 карат. И он говорит, но его характеристика, у них там особенные какие-то характеристики, 1,1. Это абсолютная чистота и красота этого германта. И знаете, сколько он стоит? Он стоит 1 миллион 200 тысяч долларов. За эти деньги можно купить 40 килограммов золота. И вот представьте себе, если кто-то себе, кто имеет такие деньги, и купит себе 40 килограммов золота, и вдруг настанет такой момент, что нужно будет срочно куда-то идти и забрать это с тобой, то не унесешь. Ну, по крайней мере, недалеко. А вот этот камешек, он в диаметре, может быть, там где-то 6-7 миллиметров, его можно в бумажнике вместе с мелочью положить. 1 миллион 200 тысяч. И знаете, я вот так подумал, какие ценности существуют на этой земле? Сколько бриллиантов, диамантов и всего вот этого? Такие ценности, и Господь говорит, если все вот это приобретет человек, не будет этого ничего иметь, повредит своей душе. Тогда я начал задумываться, а что Библия же нам говорит о том, что в Царстве Небесном очень большие ценности. В Небесном Иерусалиме все улицы золотые, и не просто золотые. По нашим меркам такая проба, такая чистота, которую мы даже себе представить не можем. И представьте себе, там 12 ворот, 12 жемчужин, огромного размера. Сколько бы они стоили? И я себе задаюсь вопросом. Отец мой Небесный, такие ценности у тебя. Однако же ты вот эти ценности не использовал для того, чтобы спасти тебя или меня. но мы читаем драгоценной кровью нашего Господа Иисуса Христа. А почему именно Его кровью? Знаете, каждый из нас как бы что-то покупает или может быть иной раз и продает. И вот когда очень высокая цена, мы говорим, она неприятная. И на иной раз, когда цену еще загнут, то мы скажем, так это же просто бессовестно. Бессовестно дорого. А когда мы говорим с Небесными людьми и свидетельствуем о том, что Господь проил свою драгоценную кровь за Него, за меня, за всех, то мы, Больчик, бывает слышим такой ответ. Мне кажется, что это слишком просто. Ну, как бы, слишком дешево. Знаете, это было не дешево, это было бессовестно дорого. Очень дорого. Господь, да, пролил свою кровь. И нам сказано в Священном Писании, что нету под небом другого имени, не дано нам, в котором нам принадлежит спастись. Никто другой это искупление не мог совершить. Только Иисус Христос. А кто Он такой? И почему Его кровью нужно было это делать? Знаете, мы читаем послание послание к евреям, 9 глава, 9 глава 20 стих. Да и все почти по закону очищается кровью. И без пролития крови не бывает прощения. Без пролития крови не бывает прощения. За деньги прощение купить невозможно. Ну да, но почему именно кровь Иисуса Христа? Тогда мы читаем послание 10 глава 4 стих. Ибо невозможно чтобы кровь тельцов и козлов уничтожали грехов. Невозможно. Они вот эти все жертвоприношения Ветхого Завета, как они может быть исчислялись миллиардами или миллионами, они являли все только лишь прообразом той крови, которую пролил Иисус Христос на Колбовском Христе. И поэтому очень важно ну почему же почему же Иисус Христос? Почему не другое какое-нибудь небесное существо пришло и искупило нас? Мы читаем, что ангелы они являются чем? Духами. Они нас искупят искупить не могут. Мы люди можем быть очень примерными, но у нас у всех уже есть потомственный грех. И наша кровь нечистая. Моя кровь не годится никуда. невозможно моей кровью искупить кого-нибудь даже самого себя не может своей кровью. Это может только Иисус Христов. И знаете, когда Иисус был на этой земле, то Он спрашивал учеников, скажите, кто говорят люди Я есть? И что Ему отвечали ученики? Они Ему говорили Некоторые говорят, что ты Илья, некоторые говорят, что ты пророк или еще кто-либо. А что вы скажете? А Петр говорит, ты Мессия Сын Божий. Иисус говорит ему, это тебе не плоти крови открыли, но не открыл тебе эту истину. И мне хотелось бы прочитать написание из Евангелия Марка 4 глава 36 стиха. И они отпустив народ, взяли его с собой, как он был в лодке, с ним были и другие водки. И поднялась великая буля, волны били в лодку, так что она уже наполнялась водой. А он спал на корме на возглаве. Его будят и говорят «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И встал он запретил ветру и сказал морю «Умолкни, перестань!» И ветер утих, и сделалась великая тишина, и сказал им «Что вы так выязливы? Как у вас нет вет?» И убоялись страхом великим, и говорили между собою «Кто же сеет, что и ветер, и море повинуются ему?» Кто он такой? Знаете, мне очень больно становится и горько, когда люди вот так спрашивают «Кто он такой, что ему повинуется?» С одной стороны, казалось бы, Петр такой так засвидетельствовал, что он Сын Божий, что он Мессия. И кто такой? Смотрите, в пятой главе мы читаем далее, они прибыли в страну Газаринской, Десятиграде, и что мы там мечтали? «Увидев же Иисуса издалека, весноватый, который из гробов бежал к нему навстречу, увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему, и вскричав громким голосом сказал, что тебе до меня Иисус, Сын Бога Всевышнего, заглянаю тебя Богом, не мучь меня». В потустороннем мире все знали Иисуса Христа, как Сына Божьего. Иисус. И вот эти бесы, они знали Его, и тут не этот бесноватый говорит об этом, но бесы из Него говорят. И они прекрасно знают, кто Иисус такой. Ты Сын Бога Живого, они говорят. И мы можем во многих местах, у нас просто нет времени все это рассмотреть, и во многих местах Библии мы находим, что вот именно вот эти бесы и дьявол, они прекрасно знают. И мы видим здесь, на этом месте, что Иисус имеет перед ними абсолютный авторитет. Они просят Его, чтобы Он их не изгнал, чтобы Он их в свиней запустил. И Он разрешил их. И все это стадо бросилось в море. Знаете, Иисус, когда Он в этой буре был, и там захлестывала вода волны в лодку, что лодка уже почти полная была, я удивляюсь, вы, может быть, тоже, что Он сбит. Там такой рев стоит, что даже друг друга понять невозможно. Он спит. Да чего же Он уставал? Вот Он целый день говорил к народу. У него не было такого микрофона. И ему приходилось полностью свои легкие и все применить, чтобы он хотел, чтобы все слышали Евангелие. И он сильно-сильно уставал. Но вот здесь мы видим, что вот эти бесы, они знают, что Он Сын Божий. И как же они его ненавидили, особенно дьявол, сатана, потому что он когда-то ходил под покровом этого Господа и хотел встать на его место. И потом приходит один час, когда Иисус Христос арестовываю в Гефсиманском саду. Иисус говорил, это час темы. Это час темы. И что же? И когда он перед Синедрионом стоит ночью, и там в лже свидетели никак не могли обвинить его так, чтобы оно было правдиво, тогда перечащенник спрашивает его тоже и задает этот же вопрос. Ты не Мессия, и ты являешься не Сыном Божием? Ответь нам напрямую. Скажи прямо. И Иисус говорит, ты говоришь, я не здесь. И тогда он на основании вот этих слов нашего Господа раздирает свои одежды и говорит, зачем нам еще какие-то свидетели? Все я. Он богохульный. Первый священник мирской Иисус Христос первосвященник небесный. Мирской обвиняет небесного первосвященника, но Иисус Христос ничего больше не говорит. И когда он уже перед Пилатом, Пилат трижды это говорит, я не нахожу никакой вины в нем. А народ, священники, фарисеи, книжники и саддуки кричат, распни его, убей безвинного. И Христос Христа распяли. И казалось бы, дорогие друзья, здесь злорадствует дьявол и все демоны злорадствуют и радуются. Вот этот ненавистный, который мог в любое время приказать им, он умер. И казалось бы, они такую победу одержали, Христос такое поражение. Мне хотелось бы с вами прочитать два места писания из Откровения. Тринадцатая глава Откровения. Зверь, которого я видел, был подобен Барсу. Ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть. Это антихрист. А дракон это дьявол. Он ему дает антихристу эту власть. И видел и аж одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дебила вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю. И поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю всему, и кто может сразиться с ним. И даны были ему уста этому зверю, говорящего гордо и бобухуйно, и дана ему власть, воздействовать 42 месяца, 3,5 года. И отверст он уста свои для хулына Бога, чтобы хулить имя его, и жилища его, и живущих на небо. И дано было ему вести войну, вот внимательно здесь, и дано было ему вести войну со святыми, и победить их, и дана была ему власть над всяким коленом, и народом, и языком, и племеном. Этому зверю дана власть воевать со святыми, и победить. Он побеждает. А теперь, как числами, начало пятнадцатой главы прочитать во втором стихе. И видел я, как бы стеклянные моря, смешанные с огнем, и победившие звери, и победившие зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии. Удивительно. С одной стороны, этот зверь побеждает, одержал победу здесь, на земле. А в царстве небесном, те, которые здесь поражение потерпели, и которые погибли, оказались победителями. Они победители. И знаете, так же было с Иисусом Христом. Злорадствовало все. Дьявол и бесы злорадствовали. Они победили Христа. Но потом мы читаем посланник Киписяна. Киписяна. Четвертая глава. С восьмого стиха. Посему и сказано. Вошед на высоту, принял плен и дал дары человекам. А вошел, что означает, как не то, что он из нисходил прежде преисподние места земли. Нисшедший он же есть и вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все. Другими словами, чтобы понятнее было, Иисус Христос когда умер на Голгофском кресте, на нем какие грехи лежали? Всего мира. И куда они его? Куда он попал с нему? Преисподне. Вал. Он попал в ад. И теперь злоравствовал дьявол и все безы. А он не согрешил. Он наказание понес, все совершил, и теперь отец его воскрешает. дьявол. мы читаем, что вот это послание к олимпианам, мы читаем, что он, 15 главе 55 стихе, что он ад, где смерть, где твоя жало, ад, где твоя победа. Христос все победил. Казалось бы, он был поражен. Казалось бы, дьявол и вся его нечистая сила, они одержали победу. Да здесь, но не там. Иисус Христос, он является спасителем. Мне хотелось бы еще многое с вами подчеркнуть здесь в особенности и то, какое благовольение имеет Господь к людям. Вот помните, когда Иисус Христос родился, и ангелы пришли к Еврееме к пастухам. Они что говорят? Мир на земле человека благоволение. Что люди явили какое-то благоволение перед Богом? Да нет. Этим хотел сказать Отец Небесный людям все те, которые примут Иисуса Христа как своего Спасителя. В них будет это благоволение. Мир будет и благоволение. В этом мире мира не будет. Мир будет в душах тех, в сердцах тех, которые принят Господа. И когда Иисус Христос пришел к Иоанну, к Иордану и его он блестил, то Дух Святой в виде голубя снижал на него и был глаз. Это сын мой возлюбленный, возлюбленный, которым мое благоволение. Потом 17 глава Макфея, когда он на горе преображения, опять этот голос отца, он говорит, это сын мой, которым я имею благоволение, его слушайте. вот если вы, дорогие друзья, если я хочу, чтобы Господь имел ко мне благоволение, то нужно Иисуса Христа принять как своего Спасителя. И сегодня мы особенно хотим вспомнить эту великую победу, это искупление, она такая дорогая, это искупление такое дорогое, только кровь Иисуса Христа смогла оправдать человека, тебя и меня. И для этого мы собираемся здесь, чтобы в особенном вспомнить и иметь вот это общение в его крови. послание Евангелия от Луки, Евангелия от Луки, 22 стих, 22 глава, там мы читаем, просто хочу прочитать и закончить, с 19 стиха, и взяв хлеб, и благодарив Эламин, и подал им, говоря, си есть тело мое, которое за вас, за вас предается. сия творите мое воспоминание. Так же и чашу после вечеря говорят, сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас, за вас проливается. Разве это ничем Иисус Христос совершенно сознательно шел на эту страшную смерть, чтобы пролить свою кровь. Ибо так возлюбил Бог Хмель, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякие, верующие в Него неогибные, имел жизнь вечную. Слава Ему! Аминь. Встанем еще помолиться. Аминь.